Мечта любого отдыхающего. Но, к сожалению, любой шашлык готовят на открытом огне, а это означает, что при готовке в нём образуются канцерогены, вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний. Но не пугайтесь, сегодня мы с вами будем говорить о том, как приготовить шашлык, полезный для вашего здоровья, который бы содержал минимальное количество этих веществ и был не только вкусным, но и полезным. Как же готовит шашлык заслуженный артист России Николай Лукинский? Спросим у него. Встречаем. Здравствуйте, Виша. Николай, мы вас приветствуем. Я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Извители тоже. Это прекрасно. Итак, ну рассказывайте. Значит, беру я стакан. Прекрасное начало пикника. Так, и отодвигаю его в сторону. Ага. Да. Помните, такой плакат был, простите, вот это, я не пью. Да, я не пью, да. Кстати, я не пью, да. В этом месте аплодирует. Николай не пьет. Это прекрасно. Ага. Так. Я предпочитаю мясо индейки. Сначала я готовлю соус. Я беру аджику. Аджику. Процесс уже прервал на этой стадии. Спасибо. До свидания. На самом деле, должен сказать, что вот с выбором мяса вы совершенно не ошиблись. Чем менее жирное мясо мы используем для шашлыка, тем лучше. Потому что именно жиры в процессе приготовления на открытом огне и образуют большое количество канцерогенов. Но, смотрите, вы добавляете туда лишний жир в виде майонеза. Я буду мешать вам рассказать. Да, да, да. И это приводит к тому, что при готовке продукты сгорания майонеза, а он же все равно попадает на угли, они образуют большое количество канцерогенов. И все это оказывается, к сожалению, на шашлыке. В мясе, да? Да. Я предложил бы вам другой вариант маринада. Очень интересное исследование провели португальские ученые, что если маринад приготовлен на основе красного сухого вина... До свидания, друзья. Маринад. Рука сама. Я-то не хочу. Колоть устала. Да. Немного соли. Добавляем немного сахара. Совсем немного. Так. И размешиваем. Так, сахар растворяется. Мы тем временем берем с вами немного тимьяна. Значит, мой маринад мы убираем, да? Нет, ну почему убираем? Это ваш классический маринад, но мы говорим сейчас о правильном маринаде, о здоровом. О том, который не вреден для здоровья. Полезен. Полезен даже. Да. И добавляем немного тимьяна в этот маринад. Можно немного перчика. Перчика? Чуть-чуть. Для остроты? Да. А это то, что вот я аджику использую, а вы перец. После того, как этот маринад приготовлен, необходимо дать ему чуть-чуть настояться. Для того, чтобы эфирные масла из тимьяна попали в вино. Перец. Перед маринованием лучше удалить. Угу. Потому что некоторые люди плохо переносят острое. Добавляем мясо. Прошу вас. Добавляем мясо. Мясо. Мясо ложечкой. Ну. Да вы, батенька эстет. Ну давайте вилку специальную. Я не увидел у вас на столе. Так. А вот ты говоришь, что многие маринуют прямо руками. После того, как мы один слой положили, мы снова поливаем маринадом. Кладем следующий слой мяса. Хорошо, что здесь нет жира. Вот это мне очень нравится. Да. Так вот португальские ученые выяснили, что если использовать маринад на основе красного сухого вина или пива, то количество этих гетероциклических аминов снижается до безопасного уровня. То есть канцерогенов в таком шашлыке нет. Вообще. Так вот для чего нужно пиво и вино, понимаете? А да, мы все думаем. Вино для того, чтобы напиться. А оно, оказывается, для маринада. Ну и так слой за слоем, да? Да. Ну хорошо, у нас мясо готово. Мы его замариновали. Давайте как-то надо мангал разжигать. А мы спросим у Николая. Вот, мангал это любимое занятие. Какие вы используете? Угли или дрова? Березовые. Вот как раз уголь березовый. Да, вот именно березовые угли я использую. Средство для розжига. Вот оно. Да. Есть у нас. А, это для ленивых. Я понял. Средство для... Но это намного получается быстрее, если мы... Я все равно кладу угли, потом сверху дрова, разжигаю. И угли достаточно прожигаются. В общем, и все это происходит очень быстро. Знаете, Николай, я тоже это делал на даче. Газета, да. Вот это все профессионально. Действительно, оптимально подходит для приготовления шашлыков уголь березовый или уголь дубовый. Мы насыпаем. А вот от использования жидкости лучше воздержаться. То есть, это действительно быстрее, это действительно удобнее. Опять облом. Но... Это лень матушка. Да, да. Дело в том, что вот эта жидкость, она содержит вещество, которое называется гексамин. Это вещество токсичное для человеческого организма. И сейчас британские ученые интенсивно изучают, как именно оно влияет. На текущий момент все сходятся на том, что вещество это для организма вредно. А, к сожалению, оно на продолжительное время остается на углях. И, соответственно, будет попадать в то мясо, которое мы будем готовить. Не рекомендуется разжигать газетами. Почему это? Дело в том, что краска, которая есть в газетах, она также токсична для человеческого организма. И если использовать газеты, то можно добиться отравления. Лучше использовать обычные листы бумаги. А на этой бумаге можно книгу написать. Можно. А леса-то все меньше и меньше. Но согласитесь, что хороший шашлык, это лучше, чем плохая книга. Точно. И вот, используя чистую бумагу, вместо жидкости для розжига, мы тем самым еще больше уменьшаем количество канцерогена. Это уже готовый шашлык. Да, вот хотел вас уточнить. Вы как считаете, на какой высоте необходимо готовить шашлык? Ну, от углей, естественно, какая высота. Сейчас скажу, ну, где-то семь с половиной сантиметров. Не слишком точно, я сказал. Прям вообще обалденно. Ну, я вообще не задумывался об этом, да. Просто сколько углей вы насыпаете? Вот так примерно, да. Вот угли здесь, а здесь вот примерно у меня шашлык. Это примерно 15 сантиметров. Да? Да. У меня это 10. А ученые установили, что оптимальный уровень для приготовления шашлыка это 25 сантиметров. А, ничего себе. То есть? Ну-ка, Миша, покажи. Чуть меньше. Но ведь это очень долго на такой высоте будет готовиться шашлык. А куда торопиться? А куда торопиться? Вот у них любимое... Нет, это вы мерите от днища. От днища. А надо от углей мерить. Поэтому правильный... Так это неправильный мангал. Конечно. Это неправильный мангал. Поэтому правильный мангал должен быть выше. Вот у меня высокий. Да? На самом деле сам пикник подружает собой долгое, приятное времяпрепровождение. Конечно. Поэтому я приму сведения. Вот это вот, быстрее. Давайте быстрее пожрем. Быстрее. Шашлык. Не, пожрем вообще никто не говорит. А многие говорят. Многие выпить хотят просто. А, да. А не выпить приходишь. А, да. Под первую. Давай, давай, давай. Подожди. Я сейчас шашлычок сначала. И потом с пузами играть в футбол. К тому мы здоровьем занимаемся. А вот как вы определяете, что шашлык готов? Ну, я даю кому-нибудь попробовать. Это правильно. Кому-нибудь. Сам не пробую? Да. Мало ли. Миша, проверить, пожалуйста, готов шашлык или нет. Спасибо. Михаил, а как вы проверяете, готов ли шашлык? Ну, я так откровенно говорю. Текать надо. Ну, ножичком. Ну, минут 20 у меня вот на индейку уходит минут 20. Делаю надрез. Если сок розовый, еще рано. А если сок уже прозрачный или светлый, тогда готов шашлык. Вы совершенно правы. Ну, я еще кусочек так снимаю, съедаю. К сожалению, многие определяют вот по наличию корочки такой, подгоревшей определяют готовный шашлык. Черный, черный такой. Это совершенно неправильно. Дело в том, что вот обугленное мясо, оно как раз и содержит наибольшее количество канцерогенов. Конечно, да. Вот тех самых гетероциклических аминов. В действительности необходимо проверять вот таким вот надрезом. Надрезали, проверили. Дело в том, что если внутри остается вот этот розовый сок, это значит, что еще... Вот так надрезали, прям взяли шампур и вот здесь надрезали. Да, да. Я вам, Михаил, сейчас дам нож, вы проверите. Так. Если мясо недостаточно... Готов. ...недостаточно хорошо пропеклось... Уже давно году. ...внутри могут сохраняться действительно паразиты. И поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы пропекся равномерно шашлык. Николай, ну это еще не все. Ну, смотрите, что температурный режим, прожарка в качестве, ну и правильный... Высота, маринад. Правильный маринад, да. Маринад? Все, я... И не поливать, как вы любите... ...как вы любили. Как вы любили. Да, я уже теперь это разлюбил, да. А мы знаем, как вы любили. Да, ну что вы, да. И не пользоваться газетами, как мы любили раньше. Что же еще таит в себе шашлык? Предлагаю вам это узнать с помощью нашей викторины, куда мы вас приглашаем. Вы готовы, Николай? Попробуем. Прошу вас. Готов. С удовольствием. Прошу. До свидания. Вас ждет весенняя викторина в рубрике «Продукт дня». Николай, перед вами две кнопки. Красная кнопка – ответ «Да». Сиреневая – ответ «Нет». Вы отвечаете первым, и ваши ответы комментирует наш постоянный эксперт в студии Елена Семеновна Чедия, врач-диетолог из клиники института питания РАМ, доцент, кандидат медицинских наук. Итак, первый вопрос. Шашлык нужно есть с овощами? Я вообще предпочитаю есть шашлык с овощами. И думаю, что это правильно. Потому что, например, я знаю такую теорию, когда там голодаешь сутки или несколько суток, то для того, чтобы выходить из голодания, надо начинать с капусты. Тогда это очень благоприятно готовит желудок к приему пищи. Поэтому я отвечаю «Да». С овощами надо есть шашлык. Интересно, что шашлык лучше есть с овощами. Дело в том, что само по себе мясо не содержит пищевых волокон, которые необходимы для нормального функционирования кишечника, в то время как овощи содержат их в очень большом количестве. И сочетая шашлык с сырыми овощами, мы получаем много и вкусной, и полезной пищи. Да, вот совершенно верно. Шашлык надо есть с овощами по многим причинам. Ну, во-первых, овощи, они усиливают скриторную активность желудка. Лучше переваривается шашлык. Кроме того, шашлык – это мясо. Мясо – основной источник железа. А железо усваивается лучше в кислой среде. Да, поэтому, если мы овощами вызовем усиленное выделение желудочного сока, лучше еще и железо усвоится. Кроме того, мясо – это источник микроэлементов. Кальций, калий, магний, фосфор. Но эти микроэлементы усваиваются в определенном соотношении друг с другом. В мясе это соотношение не очень хорошее. Но если мы добавляем овощи, то мы улучшаем усвоение микроэлементов, которые мы с мясом получаем. Кроме того, вот мы уже говорили об этом, мясо, которое приготовлено посредством высокотемпературной обработки, в этом мясе образуются гетероциклические амины, которые обладают канцерогенным действием. Вот пищевые волокна, которые в растительных продуктах находятся, в частности, в овощах, они связывают до 50% этих гетероциклических аминов и вводят их из организма. То есть понижают возможность образования раковых заболеваний. Ну и по многим другим причинам. Шашлык с овощами очень хорошо. А вот Николай, в шашлыке могут содержаться паразиты? Не хотелось бы. Но не могут. После того обсуждения, которое мы с вами прошли, я понимаю, что вообще мясо это такая среда, где можно ожидать всякого. Поэтому я отвечаю да. И действительно печально, но факт. Да. Например, в свинине, в свинине, которую часто любят использовать для приготовления шашлыка, могут быть личинки трихинел. И попадая в человеческий организм, они поражают весь фактически организм, проникают практически во все его органы и ткани. И по этой причине шашлык необходимо подвергать температурной обработке до полного окончания процесса приготовления. То есть до того момента, пока мясо не будет полностью готово. Помимо трихинеллеза, могут быть личинки бычьего цепня, свиного цепня, которые попадают в организм человеку и в кишечнике достигают нескольких метров. Понятное дело, какой вред они приносят организму, и их очень трудно от них избавиться. Поэтому, конечно, когда мы покупаем мясо для шашлыка, надо быть уверенными, что оно было подвергнуто санитарному надзору. Следующий вопрос. Шашлык, приготовленный в аэрогриле, наиболее полезен? Откровенно говоря, я ни разу шашлык в аэрогриле не готовил и не ел даже приготовленный в аэрогриле шашлык. Может быть, где-то в ресторане, но я просто не знаю на самом деле. Поэтому мне трудно на этот вопрос ответить точно. Но, говорят, кстати говоря, очень удобная штука аэрогриле, очень вкусное там мясо. Но не пробовал, врать не буду. Поэтому думаю, что шашлык, приготовленный в аэрогриле, такой же, как шашлык, приготовленный вне аэрогриле. Я отвечаю нет. И, оказываетесь, не правы, потому что правильный ответ – да. Дело в том, что в аэрогриле отсутствует очень важная составляющая приготовления шашлыка – это дым. То есть дым... А открытый огонь там есть? Нет, открытого огня там тоже нет. Поэтому обугливание как таковое там отсутствует, и дым отсутствует. Поэтому очень важная составляющая образования канцерогенов там отсутствует. По этой причине действительно шашлык, приготовленный в аэрогриле, он значительно полезнее для организма. Я нажимаю «да». И вы правы, что нажали «да», потому что он действительно полезнее. Помимо того, что отсутствуют канцерогены, время приготовления уменьшается. А естественно, что чем дольше подвергается какой-то продукт температурной обработки, тем меньше там витаминов. Значит, и по этой причине тоже он более полезный, чем приготовленный на углях. Понятно. Я еще раз нажимаю «да». А вот шашлык, Николай, может стать причиной панкреатита? Наверное, может стать... Вот я думаю, что если шашлык готовить неправильно, так как раньше готовил его я до вашей программы, то, наверное, все-таки вот это подгоревшее мясо на открытом огне, оно все-таки может вызывать панкреатит и еще какие-то такие неприятные заболевания. Поэтому я думаю, что да, надо шашлык готовить по правильной методике. А если готовить неправильно, то будет всякое. Да, может стать причиной панкреатита. Мне так кажется. Есть хорошая новость. Не может. А, тогда я нажимаю «нет». Причиной возникновения панкреатита сам по себе шашлык стать не может. Избыточное его употребление в сочетании с алкогольными напитками может спровоцировать обострение. Ну, ну, с алкогольными-то, конечно. Может спровоцировать обострение, но умеренное количество шашлыка без алкоголя не могут стать причиной возникновения панкреатита. Шашлык без алкоголя. Наш девиз. Елена Семеновна. Ну, конечно, прав, доктор. Вот сколько вы готовили шашлык, неправильно. У вас же панкреатита нет, правда? Нет. Сам по себе шашлык не может вызвать панкреатит. Но если уже есть панкреатит, то обострение вызвать обязательно. Потому что шашлык при панкреатите, конечно, мы не рекомендуем ни в коем случае. Это тяжелая еда. Понятно. Николай. Ну, вы теперь знаете все практически о шашлыке. Вы мастер шашлыка теперь. Да, я побежал. Они просто поедут, ринутся все друзья. Да, друзья, жду вас. Но, друзья Николая Лукинского, пожалуйста, намекаем на аэрогриль. У вас когда день рождения? 20 июля. Ой! 20 июля аэрогриль для Николая. Это будет лучше для Николая. Для гостей будет. Для гостей? Да. Они мне сделают подарок, и для них будет аэрогриль. А самое главное, что зимой не придется откапывать дорожку к мангалу. А, он ставится в квартире. Да? Не надо на мангал ставить. Николай, спасибо.